МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько я помню, 6 лет он уже меня поставил на лыжи. Там было прямо возле дома на дороге, на обычный снег. Тогда очень обильно выпадал зимой, не то что сейчас, не где тренироваться. Ну и как-то, да, особо секций других не было в городе Чаус. Биатлон, лыжные лонки, тем более отец тренер по биатлону. И вот он начал мне прививать эту любовь к биатлону с малых лет. И получалось, что само стрельбище и сама трасса, она не в самих Чаусах немножко пройтись, наверное, километра два. И вот он потихоньку начал приобщать меня по ходу идти на стрельбище, там тренировки, ну и потихоньку, помаленьку, да, особо, так еще повторюсь, что никакую другую струну не смотрел, потому что других секций не было. Вот осознанно так уже в 13 лет меня Леменков Игоревич забрал в училище мискового резерва, сюда мы и лег в 8 класс. То есть спустя три года после того, как вы начали постигать азы биатлона, оказалось, что это не просто такая реализация отцовской любви, а стали показать какие-то результаты? Ну да, результаты, но сейчас уже тяжело их таких конкретно исполнить. Конечно, там на области, там на районных соревнованиях, и призах был, ну и кто-то, бывало, что и не попадал, кто-то был сильнее в том возрасте, либо кроссом, либо на тех же лыжах. Ну, да, так получилось, что в 8 класс уже осознанно пошел, и вот отдал училище мискового резерва, где все шло на потоке. Утром встал, отучился два урока, тренировка, опять обедал, отучился, вторая тренировка. Ну, как и сейчас, наверное, училище мискового резерва все делается для того, чтобы какая-то была такая система. Ну, он у меня такой очень требовательный, и всегда даже, когда там по молодости так получалось, там, второе либо треть место займешь, он, ну вот, там, ну, слабак, не слабак, ну, такой понимал, что это, да, там, за той же республики как бы мотивировал, да, там, особо он никогда не показывал, то, что он, ну, там, довольный был моим результатом. Ну, потом уже, когда, конечно, уже взрослый спорт начался, он уже понял, ну, конечно, сидя перед телевизором, а я говорю, все равно, там, меня как-то придавливало, так скажем. А чувствовался на трассе? Да, я знаю его, потому что, там, к примеру, знаю его, что потом, я даже после Олимпиады, когда приехал, он все равно сказал, о, почему второй там, а не первый слабак? Ну, просто у него такой характер и такой, сам псих. На Олимпиаде, наверное, каждая медаль престижна, ну, может быть, да, просто она такая старожилая, индивидуальная гонка, она с начала заложения берлона, там, так скажем, шла, ничего не менялось, как есть, так есть. Наверное, да, престиж куда-то есть, понимаешь? Ну, ко всем гонкам как-то я одинаково подходил, одинаково относился и понимал, что, ну, в хорошей кондиции, когда находишься, можно было и тот же Мастарт в том Ванкувере отстрелять, ну, по нулям, я был бы тоже в тройке. Два рубежа прошел с нулем, две лёжки, а стоя стрелял 2-1. Ну, еще раз повторю, что все зависит от состояния конкретного, на конкретном старте. И это уже не зависит, индивидуальное, не индивидуальное. Мотивируешься и готовишься к каждой гонке одинаково. И тот же тренер мой, Перепечкин Анатолий Иванович, перед Олимпиадой, перед самой Ванкувере, написал записку, директору ШВСМ в блокноте, что он такой-такой-то тренер, обязуется, что Ноек Сергей Валентинович, это есть документально все оформлено, займет в индивидуальной гонке до третьего места, пойдет тройку. Ну, это все по такому проходило анализу всех чемпионатов мира, гонок. Ну, он видел, что на чемпионатах мира, на индивидуальных гонках, ну, там, стреляя ноли на тех же Олимпиадах, в Турине, то я бы был в призах. Сейчас я бы выбрал, ну, не знаю, больше бы, наверное, скорость, чем стрельбу. Потому что, ну, это, может, мое такое личное мнение, для себя такое сформировал. Потому что очень много стартов в сезоне, и если ты проигрываешь, ну, к примеру, там, минимально ходом, то раз в сезоне ты все равно когда-нибудь стрельнешь. Ну, если постоянно стрелять и ходом быть, ну, не очень, то будет результат не очень. Человек, который, я думаю, уже точно, ну, мне кажется, что на 99%, что никто не побьет его результаты уже никогда в жизни. Потому что он настолько в свое время, ну, и сейчас был мотивирован только на результат, и все в его жизни складывается только для результата и только для биатлона. Он очень фанатичный, он очень предан биатлону, так можно сказать. Таким человеком нужно было только родиться, наверное, так, как он. Ну, и, наверное, и, да, сделать себя. Потому что он понимал, что уже входит в историю, и понимает, что он великий, ну, и как-то по мелочам, по таким, давно, потому что в спорте. И вот к завершению, я думаю, уже своей карьеры он уже такой достиг всего и знает очень многое о биатлоне и как, и не только, а, я думаю, о всем спорте. Как человек из себя может максимум показать в любом виде спорта. Ну, с учетом того, что зимы не снежные такие, очень тяжело маленьких детей, так сказать, затянуть ту же секцию по лыжным гонкам, по биатлону. Потому что, ну, ясно, что летом можно на лыжероллерах тренироваться, кросс, велосипед что-то совмещать. Ну, зимой, чтобы выступать на каких-то детских соревнованиях, нужно стоять на лыжах и бегать по снегу. Ну, и тем более то, что биатлон, такой вид спорта, так скажу, очень затратный. Та же винтовка, патроны, лыжи, смазка для лыж. Все обмонизирование, это очень дорого стоит. Но все равно нужно что-то же делать. И так же, как вот в Чаусах, есть школа, созданная на базе школы-интерната. Дети тренируются под присмотром 5 дней в неделю. На 2 дня они там уходят домой. И все равно тренировки какие-то регулярные, 2 тренировки в день. Все делается для развития, конечно. Не хватает им там немножко лыжероллерной трассы, даже минимальной, там, не знаю, полтора километра, это делать, чтобы летом хоть какую-то подготовку проходили. Ну, и главное, да, это снег. Не будет снега, очень тяжело тренироваться, и очень тяжело делать выезды. И вот из-за того такое получается, ну, не провал, но малое такое, малое количество людей уходит в ту же юниорскую команду Белоруссии, ту же основную команду, малый выбор получается. Если здесь дети еще занимаются, ну, там, по областям, там, по всем, там, по юношам, хоть как-то еще бегают, потом ближе к юниорам поменьше остается. Я думаю, можно, но это нужно быть, как Даша Доброщева, постоянно в призах. Конечно, можно. Можно, но очень тяжело это сделать, и очень большой это труд. Очень большой километраж должен пройти за плечами и перелопатить большую очень работу, чтобы достигать таких результатов. Был опыт очень хороший в Комитете возбезопасности, в спецподразделении «Альфа» нас вывозили на их стрельбище и давали стрелять со всех видов оружия. С СВД, с Калашникова, с автомата, с пистолетов. Ну, стреляли, да, со всего. Но то, чтобы после мелкокалиберной нашей винтовки стрелять с другого оружия и там хорошо попадать, все равно нужны навыки стрельбы именно с того оружия, с которого стреляешь. С той же винтовки СВД, либо с пистолетом на корове. Винтовка – это как вторая жена. Это у каждого чуть ли не спишь с ней, возле кровати ставишь, и даже некоторые спортсмены очень ревностно относятся к тому, когда вот даже друг по команде может там «Дай посмотреть, я твою винтовку». Некоторые даже не дают чужие руки даже просто подержать, потрогать винтовку. У меня была одна винтовка, и она очень долгое время у меня была ложа. В свое время говорили, что у норвежца Хайварда Ханивольда вообще была винтовка 17 лет. Винтовка, ложа, ну, может, ствол как-то, конечно, и менялся, но в основном вот это деревянная ложа, которая подгоняется именно под спортсмена. И вот, ну, такое есть мнение, что чем больше стреляешь, снова тоже ложат, не меняя ничего. Ну, уже все мышцы, все твое тело привыкает до автоматизма, и все каждый миллиметр знает. Лучше стрелять с такого оружия, чем ты будешь менять каждое вот, например, оружие. Ну, да, в Ванкурии я очень долго стрелял из одной и той же винтовки, но потом переделали мне только в 2011-2012 году, потому что она уже рассохлась. Все равно клееная все это ложа, из трех деревьевшек клеена. То есть винтовка сделала свое дело и ушла на пенсию? Ну, не на пенсию, да, насколько я знаю, там, молодому спортсмену передали ее, что-то подклеили, подделали. Потому что весь инвентарь, ну, он так, так как он дорогой, он долго служит. Вот, и если с основной командой передаются какие-то те же роллеры, винтовки, винерскую команду, по школам, по-другим. Потому что не у всех все новое, и не всем все покупается. Утром, когда повез ребенка с тещей в сад, завозили, я вышел с машины, ну, достал дочку. Теща говорит, Сергей, что у тебя сейчас спина белая? Вы купились на эту старую жутку? Ну, да, да. Чуть-чуть купился, потом секунды три прошло, в голове пролетело, я сказал, все ясно. Ну, а сам разыграл нашего Юрия Олядова, это член национальной команды по биатлону. Будучи в Финляндии, в Хантамансийске, я у него попросил привезти рыбы в Хантамансийске, ну, потому что там очень хорошая рыба мне нравится. Вот он привез и у себя в холодильник ее положил. Говорит, когда уже заберешь, когда заберешь, когда кто-то приедет. Ну, вот утром я ему пишу смс, то, что приехал человек внизу, ждет тебя, выноси быстрее рыбу. Ну, перезвонил. Ну, он такой вот, его, наверное, уже пару человек до меня разыграло. Он переспросил, сказал, я в окно посмотрел, никого нету. Действительно, кто приехал, либо 1 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова